Эти элементы родом из советского детства, но по прошествии лет съемные воротнички и манжеты превратились в ультрамодные аксессуары, которые способны преобразить повседневное платье вечернее, а пальто или блузе придать изысканности. Многие из таких моделей можно сделать собственными руками. Как именно, сегодня расскажет дизайнер Елена Козел. Когда я была школьницей, мы пришивали воротнички, манжеты к своим платьям в школьной форме. И, видимо, вот эта привычка носить белый воротничок, у меня какая-то доска возникла по ней, и хочется сейчас тоже как-то девочкам придать вот этой нарядности, чопорности. Но пришивать уже ничего не надо, все уже готово. Мы сделали это на ленту, например, завязали и сняли легко и просто. Есть, конечно, более сложные вещи, но простые вещи можно сделать любой. Можно взять кружево, гипюр, сетку, какую-то ткань, чтобы она держала форму, бархат, репс. Вот. Если вам очень нравится ткань, но она мягкая, у меня есть секрет. Можно взять лак для волос, побрызгать на эту ткань, и она станет жесткой, такая, какая нужна. У многих такие съемные аксессуары вызывают ассоциации с картинами викторианской эпохи. Сегодня не надо быть аристократом, чтобы позволить себе эти изящные детали. Более того, носить их можно хоть каждый день, сочетаясь с демократичными предметами гардероба. Я выбрала сетку в качестве основного материала, шириной 12 см и длиной где-то метр. Потом мы берем ленту. Она должна быть длинная, порядка метр пятьдесят или метр восемьдесят, чтобы завязался бант. Отметили середину ленты вдоль, где у нас продольная середина ленты, чтобы ориентироваться, куда ее пришивать. И начинаем стричить. Можно заранее собрать участок, или заложить в складочки, или сделать сборку на сетке, и потом пришить уже заготовленные в сборку. Ну, я собираю сразу под машиной. Ну, и, собственно, вот. Ротню готов. Мне еще понравилась тема манишек. Это такие части рубашки вокруг горловины, которые использовали в старое время, но у них не было денег на рубашку. И это считалось признаком маргинальным даже. А сейчас это можно все весело и иронично использовать. Шить воротник достаточно трудно, но можно взять рубашку, которая мне нужна, ну, и, собственно, вырезать эту часть нужно. А туда, в эту рубашку, оставшуюся без воротника и без переда и спинки, вставить просто ровно такой же кусочек, например, кружева. И вы получите очень модный аксессуар в виде манишки и новую рубашку. Сделанные своими руками такие аксессуары могут стать отличным подарком, ну, и просто возможностью проявить себя творчески. Кстати, предложенными идеями можно не ограничиваться. Пусть вместе с руками работает и фантазия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!